Совсем недавно у Варвара было практически 0 трофеев, ну а теперь же 4000 плюс и остаётся всего одна заборинка на 14 уровень. Ну и в принципе ратуша уже имеет 5 звёзд и я готов к переходу на ТХ-15. Всем здорова друзья, с вами Тим и это продолжение рубрики Путь Варвара. И сегодня у нас продолжается поход, ну и соответственно прокачка вместе с этим, потому что фарм ресурсов идёт вместе с этим походом просто дичайший. Поэтому вы видите у себя на экранах 4082 трофея и я это сделал за полтора дня. Да, пришлось поиграть побольше, но я обещал, что я быстренько сгоняю в легендарную лигу, потому что на этом аккаунте это сделать легко. Хоть и поход этот немножечко с изюминкой, но сделать это легко, потому что герои довольно-таки прокачаны. Да и тем более на ТХ-10-11 я тоже гонял в легендарную лигу, поэтому это не проблема, вопрос лишь только времени. Поэтому я сегодня запечатлю момент, как я запушу Титан Лигу. Было бы конечно эпично в этом видео запечатлить момент ещё как я прокачиваю последнюю стену на 14 левел, потому что до этого качал я её достаточно дорого и долго. Но я уже начал прокачку на 15 левел, качается он достаточно быстро с этим походом. Как видите ещё целая куча ресурсов, плюсом появился новый пропуск, я его уже прошёл, только лишь с КВшкой, естественно я быстро не пройду эти задания. Но всё же давайте прокачаем последнюю стену на 14 уровень. Я думаю, что прокачаю за эликсир. Ну и остальные ресурсы, конечно же, мне тоже не нужны, хотя строитель освобождается уже скоро. Одного строителя, как видите, я держу специально на прокачку этих как раз-таки стен. Используем по максимуму ресурсы. Нужно будет сейчас немножечко ещё подфармить, и я смогу ещё одну стену вкачать за эликсир. Просто у меня в пропуске лежит руна, и я её хочу прямо сейчас тоже использовать. Ну или же через 6 дней, но хаммерджем качается через 8, ну возможно я всё-таки подожду, и когда будет 15% удешевление, тогда я и потрачу эту руну. Но в принципе давайте соберём тогда хотя бы награды, это конечно же продаём, потому что из юнитов у меня только варвары, я напоминаю. Лопаты у меня тоже фул. О, вот это вот, кстати говоря, годная тема, как раз-таки сейчас поставлю на прокачку боевую машину. Зелье строителя, золото столицы, зелье силы, руна, ну и дарк у меня фуловый, как вы видите, причём уже очень-очень давно. Я уже даже и питомца завершил загему, и поставил самого дорогого питомца, и всё равно дарк фулится и фулится. Не знаю, куда этот дарк девать, если что, пишите в комментарии, кому скину дарк, обязательно могу отправить. В принципе, всё, что я хотел, я уже собрал, и теперь остаётся лишь только пойти в бой и запушить лигу. Но на самом деле я в прошлом видео не упомянул то, что ратуша уже пятого левла, я сюда потратил книгу всего, книгу строительства, и всё, пять звёздочек уже имеется, соответственно, готов к переходу. Ну и, конечно же, качается герой, скорее всего, следующий левел пойдёт уже за книгу. Ну и чемпиона, по предположению моему, я вкачаю к концу месяца до фула. Хранитель, конечно, приостановился, но без него запушить лигу будет тяжелее, поэтому я пока что его не кладу спать, пускай лучше помогает в атаках. А из прокачки я поставил ещё хранилище, и остаётся два хранилища золота, хранилище дарка, мастерская. Ну и из основного я считаю всё. Конечно, я начал ещё качать фабрику тёмных заклинаний, но это не такая уж и важная штука на таком аккаунте, поэтому со временем точно вкачается. В принципе, всё, все аспекты показал, поэтому погнали, наверное, в бой. Запушим уже лигу, чтобы она изменилась на жёлтенькую. Соперник не заставил себя долго ждать, поэтому сейчас я постараюсь взять двушечку. Это не фулт и х14, кстати говоря. Я самое главное забыл сказать, всё-таки тематика на данный момент похода в легендарную лигу. И сложности при походе, конечно же, их нет. Хоть я и пушу кубки варварами, ну, не забываем то, что я всё-таки высокая ратуша, и, соответственно, сложности как таковых нету. Просто многие спрашивают, как запушить на ТХ-12, каким миксом, что там брать надо и так далее. Но на самом деле, да, как бы играйте чем хотите, хоть варварами, вот реально. Вот на своём опыте как раз-таки покажу, что играть можно даже хоть варварами. Абсолютно не важно, чем вы играете. И гоблинами тоже можно запушить. Так, хилы не экономим. Давайте закинем вот так ещё. Можно закинуть уже джамп на всякий случай. Ну, кстати, тут опасненько было немножечко. Кстати, тут ещё и электрики есть, и ёлки, палки. Сколько тут всего. Давайте, наверное, закину вот так вот рейдж. Так, гоблины у нас должны уже скоро выбежать, по идее. Давайте прожмём, наверное, хранителя. Ну и, в принципе, так, таран у нас практически дошёл. Давайте зафризим центр. Гоблины сейчас сожрут у нас ТХ. Без них, конечно, тоже было бы тяжеловато. Но они у меня есть, поэтому это очень радует. Если бы были там варвары в КК, было бы сложнее забирать ТХ, но реально. Поэтому завершаем. Две звёздочки есть. Ну и, как вы понимаете, Титан Лига есть. Да, кнопочка 1, бац, нажимаем и Лига меняется. Лига Титан 3. Остаётся всего 900 трофеев, чтобы получить уже Легендарную Лигу. На самом деле, сути в этом походе никакого нету, потому что ачивок никаких нету, наград мне не дадут. Просто, чтобы в профиле отобразилась иконка, что я был в Легендарной Лиге. И не более. Кстати говоря, изменения на деревне строителя. Я весь забор прокачал до камня или четвёртого уровня. И поставил варваров уже на последний уровень. То есть, скоро они будут гореть пламенем. Конечно, на ДС у меня здесь немножко траблы были. И вкачаны мухи и дракончики. Но, по сути, аккаунт похож на основу. То, что здесь весь ДФ первый уровень. И из прокачанных только варвары. Ну и, конечно же, сейчас я уже готов поставить машину. Потому что с пропуска собрал ресурсы. И 2 миллиона 70 тысяч направляется сюда. Кстати говоря, как я сказал, скоро я за фулю основу. И, скорее всего, все кольца. Точнее, не кольца даже. А медали рейда пойдут сюда. То есть, я буду покупать ресурсы на ДС. И, соответственно, прокачивать машину до фула. Ну а со временем, скорее всего, открою шестого строителя. Да, конечно, придется пожертвовать тремя строениями ДФ. Это мортира, башня, лучницы, пушка. И придется прокачать до уровня ТХ-10, чтобы модернизировать эти здания. Но, ради фана, я думаю, стоит это сделать. Тем более, я же не весь ДФ качаю. В этом ничего странного и страшного нету. Поэтому, со временем я подумаю над этим. И, если что, откроем еще и шестого строителя на этом аккаунте. А так, как вы понимаете, все проходится на этом аккаунте быстро. Жду 5 дней, чтобы поскорее обновились вот эти вот задания. И я еще удешевил прокачку стен. Хотя бы на 15%. 10% конечно тоже ощутимо. Но, хотелось бы еще дешевле. Кстати говоря, из событий больше ничего нет. Мне кажется, что разработчики должны еще что-то внести. Просто, вот эти события я никак не смогу пройти. Когда на аккаунте есть только варвары. 12 кабанов, какая, я себе точно не закину. Поэтому, скорее всего, ждем от разработчиков еще какие-то события до обновления. Пока у меня доготавливается микс, хотел показать, что очень красивые атаки получаются при походе. И при этом неожидаемые вообще. То есть, когда я атакую варварами, я планирую залететь, забрать ратушу, какой-то процент. И на этом все. Но, как раз таки, в этой атаке получилось не как обычно вообще. Изначально я почистил по двум углам строение. Ну, чтобы все остальные варвары, конечно же, залетели в центр. Чуть-чуть кривой джамп, но, по сути, он работает. Поэтому, будем считать, что нормально накинут. Соответственно, таран добегает. Ну, доезжает до ратуши. Он, конечно, при таком наплыве юнитов вообще нафиг не сдался. Но мы забираем легко и непринужденно центр. Кстати говоря, сверху варвары, оказывается, еще почищали дефенс. И очень даже помогали этим самым. Поэтому, как вы видите, под ускорением мы посмотрели с вами трешечную атаку. И при этом все герои остались живы. Варвары есть. Конечно, банки все потраченные. Но это трешка варварами. Еще проще стратегия, как снести ТХ и при этом не заходить до ратуши варварами. Это дирижабль в КК. Конечно, не всегда его тебе закинут в КК. Но если он есть, можно воспользоваться и попытаться сделать что-то красивое. Короче, там есть королева, я вижу. Поэтому давайте изначально, наверное, все-таки попробуем забрать ТХ. Ну, а дальше как пойдет. Я думаю, что закину рейдж сразу же. Закидываем дирижабля. Закидываем хранителя. И вот примерно сейчас прожму сразу же. Ну и, в принципе, можно... А, не то, зафрезил немножечко. Короче, ладно, сейчас у нас бамс падает. И гоблины благополучно выгрызают ратушу. И все великолепно. Там как раз-таки забрали мы одну звезду. И теперь нам ничего не страшно. Мы благополучно вот так вот подчищаем. Кстати, в КК там еще что-то имеется. Тут можем воспользоваться хранителем немного. Закинем варваров вот так по кругу. Хотя у нас уже имеется процент неплохой. Короче, остается просто раскидать баночки. Можно даже вот так вот закинуть. С КК, скорее всего, банки закидываться не будут. Или же будут. Ну, давайте, чтобы точно Кинг у нас забрал пару хранилищ. Еще что-нибудь. Королева сама автоматически прожимается. Ну, все. 50% есть. Конечно, очень напряженно. Но я вам изначально сказал, при атаке даже фуловыми варварами супер, лучше не нападать на фулл ТХ-14. Потому что арбалеты, орел, швырятель. Да, вообще много всего дефа, который просто моментально уничтожает этих варварянцев. Ну, в принципе, и все. Я закрепился в Титан Лиге. Поэтому ролик удался. На сегодня ролик будет заканчиваться. Ожидайте уже, скорее всего, легендарной лиги. Не будет больше промежуточного ролика. Я просто возьму да запушу 5000 кубков. Поэтому всем спасибо за просмотр. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока.